Это явные трудности для украинской экономики перегружены долгами, но есть еще и потенциальная угроза, причем от того, к чему власти в Киеве настойчиво стремились. Ассоциации с Евросоюзом грозит обернуться грандиозным переделом имущества. Кто и зачем может прийти, разбиралась Юлия Ольховская. Одесса славится среди туристов не только пляжами, но и множеством архитектурных памятников, в основном дореволюционной постройки. И теперь наследники бывших домовладельцев смогут заявить свои права на эти красивые особняки. Как случилось с дачей барона Рено после революции, бежавшего во Францию. Особняк давно перестроили в многоквартирный дом, но несколько лет назад в Одессе объявилась баронесса Рено с претензиями на наследство. И после того, как Украина подписала соглашение о Евросоюзе, у баронессы есть все шансы вернуть себе здание. Закон о реституции, возвращение к имущественной материальной справедливости – это условия приближения к Евросоюзу, даже на уровне ассоциации. Приоритетным оказывается европейское законодательство. Именно оно является тем ориентиром и тем оселком, под который должны равняться национальные законодательства любой страны, которая хочет войти в Евросоюз. Это будут большие проблемы, большие слезы. Какими проблемами может обернуться вступление в силу закона о возврате собственности, уже поняли в Чехии. Например, вот в этом микрорайоне Праги люди начали покупать квартиры 12 лет назад. А потом появились бывшие владельцы участков, на которых построены дома, и предъявили свои права на землю. Никто нам не сообщил, что возможны проблемы с земельными участками. Нам сказали, что через какое-то время этот участок будет наш. Мы подписали договор, в котором была указана цена, по которой мы его покупаем. А оказалось, что эта компания теперь не имеет права на эту землю. Мы несколько лет платили одному хозяину за участок, а теперь появился другой. Они все зарабатывают на нас. Пока идут суды, люди надеются, что жилье у них все же не отнимут. Однако опыт других стран показывает закон в таких случаях на стороне наследников. Волна судебных исков в 90-х захлестнула и Прибалтику. Бывшим владельцам массово возвращали не только недвижимость, но и земли, и даже леса. Причем из тех, кто претендовал на возврат имущества, лишь 68% имели латвийское гражданство. Это не было связано с гражданством никаким образом. Я знаю, что многие граждане Израиля получили обратно, и американские граждане получили обратно, потому что когда-то их предки эмигрировали, и они доказали, и потом уже могли делать с этим имуществом, что они пожелали. Только по предварительным данным общественных организаций с имущественными претензиями к Украине уже готовы обратиться около 80 тысяч поляков. В довоенные годы им принадлежали внушительные земельные угодья во Львовской области. А также литовцы, евреи, десятки тысяч этнических украинцев, которые были депортированы советской властью в Сибирь, Казахстан и другие регионы бывшего СССР. Претензии наверняка возникнут и у граждан Румынии, Венгрии и Словакии, часть территорий которых отошла к Украине по итогам Второй мировой войны. В общей сложности это может быть до полутора миллионов, одних только исков. А по каждому из них сумма может исчисляться как минимум несколькими тысячами, а то и несколькими десятками, даже сотнями тысяч долларов. То есть в результате это гигантская сумма, вполне сравнимая с существующим внешним долгом Украины. А он уже подходит к цифре в 100 миллиардов долларов. Закон о реституции, возврате утраченной собственности бывшим владельцам, хоть и внесен в украинский парламент, но рассматривать его Верховная Рада не торопится. Однако депутатов может поторопить Евросоюз. Между тем многие украинцы и не знали о том, что европейский курс может обернуться для них имущественными спорами. Теоретически, наверное, у каждого объекта может быть уже несколько собственников, которых сначала у одних отобрали, потом у других отобрали. Так что да, это скорее всего будет какая-то неразбериха такая. Хотя это восстановление одних прав одних людей, нарушение прав других людей, которые сейчас пользуются тем или иным имуществом, законно-незаконно, а, как правило, на состоянии законодательства того времени, в котором оно приобреталось, это имущество. И вот здесь возникает вопрос, а будет ли именно компенсировано каким-то образом? А это уже ложится на плечи государства, а, соответственно, на наши плечи, как налогоплательщиков. И вот здесь отношения неоднозначны к реституции. А за Украиной какие-то мы можем претендовать на какие-то земли? Ну, если мы можем, то хороший закон. Если нет, то нет. По мнению юристов, как раз у украинцев, которые хотят вернуть утраченную собственность, могут возникнуть проблемы. Дело в том, что во время Гражданской и Великой Отечественной войн большая часть архивов на территории страны была уничтожена. А вместе с ними и документы, подтверждающие права бывших владельцев и их наследников на недвижимость и земли.